МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! Эту головоломку мне прислал наш общий друг барон Мюнхгаузен. С тех пор, как мы виделись в последний раз, он взялся за ум и стал штудировать физику с таким же усердием, с каким он раньше сочинял небылицы. Так, ребята, это головоломка. Вызов моему интеллекту. Все утро бьюсь над ее решением и не пойму, как же ее разобрать. Но сдаваться нельзя, правильно, Эйнштейн? Правильно, Эйнштейн! Правильно, Эйнштейн! Вот так-то. Но пора читать ваши письма. Может быть, они подскажут мне решение. Так, письма, письма. Пишет Глеб Карасев из Одинцова. Профессор Кварк, я недавно был на мотогонках. Мне так там понравилось, и я решил, когда вырасту, буду гонщиком. Но скажите, уважаемый профессор, а почему на поворотах мотоциклисты наклоняются наискосок, почти касаясь земли? Это не опасно? Эйнштейн, запивай! Вот новый поворот! И мотор рвёт! Молодчина! Поосторожнее на поворотах, дружище! Сейчас я всё объясню, Глеб. Но сначала давай немного порассуждаем. Да, ребята, поворот – штука опасная. На мотоциклах вы, наверное, ещё не катались. А на машине-то наверняка ездили. И не раз. Тогда вы точно замечали, что когда машина поворачивает, какая-то сила толкает тебя к двери. Кажется, что сейчас тебя так и выбросит на обочину. И мотор рвёт! Йиху! Полегче на поворотах! Да-да, Эйнштейн! Ты прав, водить надо с умом. А на поворотах скорость сбавлять. Давайте лучше рассмотрим повороты на менее опасном примере. Так-с-так-с-так-с, где же этот зонтик такой малюхонький? Вот он. Видите зонтик? Нет, это не мой зонтик. Это зонтик Эйнштейна. Так, значит так, ставим зонтик. На него кладём лёгкий шарик. Смотрим внимательно. Оп-ля! Видите, зонтик выбрасывает шарик прочь. То есть, не он, конечно, а какая-то сила. То же самое происходит на поворотах и с мотоциклистом, и с автомобилистом. Какая-то сила словно стремится выбросить их из поворота. Как шарик из моего зонтика. Другое дело, ребята, что мотоциклисты поумнее будут этого шарика. Они наклоняются внутрь поворота. То есть, в противоположную сторону от направления действующей на них силы. А иначе никак. Ведь надо бороться с силой, которая так и норовит выбить тебя из седла. Но эта сила, запоминаем, называется центробежной силой. Непонятно! Непонятно! Что непонятного, Эйнштейн? Ну что тут непонятного? Ну хорошо. Давайте сначала разберёмся с понятием центробежная сила. Каждый поворот, как на моём рисунке, можно рассматривать как дубу. То есть, как часть окружности. А у каждой окружности что есть? Правильно. Центр. Так вот, центробежная сила, чувствуете общий корень? Центр, центробежная. Запоминаем. Центробежная сила возникает при движении тела по окружности. А направлена она по радиусу из центра. То есть, эта сила как бы бежит из центра. Легко запомнить. Термин «центробежная сила» принадлежит Исааку Ньютону. Вы, друзья мои, должны догадаться, в чём суть этой силы. Ну конечно же, всё дело в инерции. Посмотрите на следующий рисунок. Шарик в крутящемся зонтике. Он вылетает из зонтика, потому что не хочет сворачивать. Он хочет лететь по инерции, по прямой. Именно поэтому мотоциклист и наклоняется внутрь поворота. Такое положение более устойчивое, чем вертикальное. Благодаря центробежной силе возможны такие трюки, как мотогонки по вертикальной стене. Наверняка каждый из вас был очевидцем такого мастерства. Ладно, давай пока почитаем письма. Не разобрать никак. Профессор Кварк, я прочитал недавно книжку «Маленький принц». Она мне очень понравилась. Ксюш, да ведь это же наша любимая книжка с Эйнштейном. Мы вот влечем за тех, кого проучили. Эйнштейн, ну ты голова садовая. Известное изречение французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери звучит на самом деле так. Мы в ответе за тех, кого приручили. Приручили. Да, ну тебя. Читаю дальше Ксюш на письмо. В одной из глав там написано про фонарщика, у которого такая маленькая планета, что там очень часто день сменяет ночь. И он должен зажигать и гасить свой фонарь каждую минуту. Такие маленькие там сутки. Но, профессор, ведь это значит, что его планета вертится очень быстро. Как же он там живет? Ну что, Ксюш, должен тебя похвалить. Ты очень внимательная и умненькая девочка. Давай-ка посмотрим на эту историю с точки зрения физики. Поговорим сначала о планете Земля. Земной шар вертится вокруг своей оси. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Вертится быстрее Земля. Да-да-да, дружок. Именно так. А следовательно, у нашей планеты есть центробежная сила. Вращаясь, земной шар стремится разбросать со своей поверхности ну абсолютно все. И распрескать воды мирового океана. Совсем как зонтик в нашем опыте выкидывал брошенный на него шарик. Что же ему мешает все раскидать? Ну конечно, сила притяжения. Поэтому скинуть физическое тело с поверхности вращения не может. Но оно может уменьшить его вес. Да-да, друзья, это не шутка. Смотрите, чем ближе к экватору, тем больше круг успевают сделать вещи за сутки. Они вращаются быстрее, чем на полюсе. На них успевает действовать меньшая сила притяжения Земли. А теперь представим, что будет, если земной шар будет вращаться с такой же скоростью, как планета фонарчика из Маленького Принца. Ты как всегда прав, мой друг. В этом случае центробежная сила разбросала бы все с поверхности Земли. Все тела лишились бы собственного веса. И их сдуло бы будто ветром. Вот такая печальная история, Ксюш. Фу, я аж перенервничал. Ой, много физики, тоже перебор. Ксюш, я, как и ты, тоже люблю книжку Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Но с точки зрения физики, на таких планетах жить, к сожалению, невозможно. Невозможно. Так, Эйнштейн, ты мне зубы не заговаривай. Что такое невозможно? Я все равно разгадаю эту головоломку. Нет в этом ничего невозможного. А пока почитаем новое письмо. Пишет Люба Мышкина из Перми. А, помню-помню тебя, Любочка. Ты уже задавала мне вопрос про Бетховена в одной из прошлых передач. А, Люба, друзья мои, пианистка. Так, итак, читаем. Дорогой профессор Кварк, я очень люблю свою бабушку и люблю помогать ей по хозяйству. Похвально, Любочка. Мне сразу показалось, что ты хорошая девочка. Почему-то бабушка называет нашу стиральную машинку центрифугой. Что такое фуга, я знаю. Мне в музыкальной школе часто задают баха. А что такое центрифуга? Так, если мне не изменяет память, ребята, то фуга – это такая форма музыкального произведения. Слово для нашей пианистки привычное. А центрифуга – это специальное устройство, в котором используется принцип центробежной силы. Вот, Люба, какая она центрифуга. Вспомни, как работает стиральная машина. Сначала идет этап самой стирки. Затем полоскание. И последняя, завершающая стадия – это отжим. Вот здесь-то и срабатывает центробежная сила. Центрифуга вращается очень быстро. По действиям центробежной силы белье отбрасывается к стенкам резервуара стиральной машины. Тяжелые вещи со всей силы прижимаются к центрифуге. А вода через отверстие отжимается в сливной отсек. Поэтому-то, когда ты, Люба, достаешь белье из стиральной машины, оно практически сухое. Ну, а твоя бабушка, скорее всего, стиральную машину называет центрифуга из большого уважения. Согласись, самой ей никогда так не отжать белье. Тем не менее, Люба, ты правильно заметила. У слов фуга и центрифуга одинаковый корень. Фуга на латыни значит «бег». Ведь это достаточно быстрое музыкальное произведение. Ой, перейдем к моей головоломке. Эфрика Эйнштейн! Слушай, я понял, как разгадать нашу головоломку. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, конечно же, центробежная сила! Штырьки, скреплявшие части, головоломки вошли в свои пазы под действием центробежной силы. Решил! Спасибо, дорогой барон, за чудесную задачку. А мне пора заканчивать передачу. Ребята, как говорил Антуан де Сент-Экзипери, мы в ответе за тех, кого при-ру-чи-ли. Про-учили, про-учили! Полегче на поворотах, дружище! Я тебя сейчас проучу! Надоеда! Ладно, поехали, проведая Махильчика. Давно мы с ним не виделись. Заодно и покажем его головоломку. Интересно, сможет ли он решить? А вы, ребят, не скучайте и присылайте мне письма со своими вопросами по адресу. 109-147, Москва, улица Марксистская, 34, корпус 7, телеканал «Радость моя». Профессору Хварку или на сайт телеканала www.radostmoya.ru Все, пока. Так, Эйнштейн, голубчик, ты готов? Давай, там вроде дождик начинается, я тебе зонтик сделаю. Ну все. Ой, я не понял, ты что, поправился? Так, там у Ахильчика есть весы. Мы тебя взвесим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok